Всех приветствую на своем канале. Добро пожаловать ко мне. Меня зовут Елена. Сегодня хочу рассказать свой отчет и впечатление о косметике от компании Ната Косметик. Мне было предоставлено три средства. Кондиционер для волос, маска для лица и молочко для тела. И давайте немножко расскажу про каждое средство отдельно. Первое, о чем хочу рассказать, это маска для лица. Первоначально хочу рассказать про форму флакона. Флакон достаточно удобный и форма узнаваема, поскольку используется многими производителями, натуральной и не только косметики. Но хочу сказать, чего мне лично не хватило в этом флаконе, так это описание и инструкция. Здесь она отсутствует полностью, здесь есть только намеки, где можно ее получить, где можно узнать состав, только на сайте, либо при приобретении в приложенной посылке, документации, чего у меня не было, к сожалению. Так вот, оформление довольно простое, ненавязчивое, только самая важная информация, название, производитель, дата производства, для какой кожи предназначено и название основы маски. Дальше хочу рассказать свои ощущения по, скажем так, тактильным ощущениям, да. Маска приятно пахнет, хорошо наносится, хорошо впитывается, практически излишек не остается, но если что-то вдруг, то можно просто смыть теплой водой, либо убрать влажным ватным диском. Кожа становится мягкая, бархатистая, даже чувствуется как будто подтянутая, но вот при ближайшем рассмотрении, скажем так, ну, бывает необходимость, когда вы близко подходите к зеркалу и видите себя довольно-таки близко, то визуально кожа мне что-то не очень нравится после этой маски. Знаете, как бы мягко говоря, кожа выглядит бугристой, как будто бы я заядлый курильщик с 40-летним стажем. Да, она выглядит розовенькой, розовенькой, такой здоровой, но при этом она очень странная, и мне это ощущение не нравится, несмотря на все плюсы, несмотря на подтянутость, бархатистость, не знаю. Рекомендовать в данном случае маску я также не могу, поскольку она была разработана персонально для меня, вот, это указывается на каждой упаковке, что средство разрабатывается непосредственно для заказчика, вот, то есть у них есть базовая основа, в которую добавляют какие-то ингредиенты по вашему запросу, по вашим ощущениям каким-то, то, что требуется вашей кожи. Поэтому рекомендовать не могу, поскольку было разработано персонально для меня. Ну вот, что-то, видимо, пошло не так, может быть, это маска для зимы, сейчас уже теплеет, и она не подходит. Не могу сказать, что не так с этой маской, но вот, мне не нравится визуальный результат. Тактильный нравится, визуальный, к сожалению, нет. Флакончик довольно удобный, здесь есть заглушка, чтобы лишний крем не вытекал. Крышечка тоже довольно плотненькая. Вообще, очень удобный флакон. Ну вот, крем, к сожалению, разочаровал, точнее маска. Дальше хочу рассказать вам про молочко для тела. Как видите, оно довольно густое, и, несмотря на то, что я использую его практически каждый день, где-то раз 4-5 в неделю, на протяжении уже больше месяца, оно вот как бы в таком состоянии, и все не кончается. Опять же, флакон вот с таким дозатором, очень удобный. Единственное, что минус при выдавливании, то есть, когда нажимаешь на этот дозатор, он крутится по часовой стрелке, и если об этом не знать, то можно выдавить молочко не себе на ладошку, а куда-то на пол. Потому что крутится он неожиданно. Вот, и так, в принципе, флакон довольно удобный, крем белого цвета, приятный запах, легкий, быстро впитывается, приятные ощущения на коже, кожа сразу становится какой-то даже вот живой, свежей, гладкой, как будто увлажненный. То есть, пропадает сухость, пропадает шелушение на теле. Ощущение приятное, очень понравилось. Буду продолжать пользоваться, пока не кончится. Посоветовать, опять же, не могу, поскольку средство разрабатывается непосредственно для потребителя, для заказчика. В данном случае разрабатывалось для меня. Ну, то есть, опять же, у них есть база, да, вот увлажняющее средство для чувствительной сухой кожи. Ну, туда добавляются какие-то масла и другие компоненты, которые предпочтительны для моей кожи. И последнее средство это кондиционер для волос. Флакон такой же, как и у молочка. Здесь также помпа вот эта крутится в самый неожиданный момент. Вот, но я уже почти привыкла. Здесь расход чуть больше. Состав более жидкий, такой, более гелевый, что ли. Тоже ощущения вполне нравятся. Волосы пышные, упругие, и это сохраняется на длительное время. То есть, практически, в течение недели волосы не оседают, не опадают, а такие же упругие и пышные на протяжении всей недели. Вот, даже можно пользоваться там не два раза в неделю, один раз в неделю, и волосы остаются пышными. В принципе, этот кондиционер мне понравился. Сказать что-то, что происходит с волосами сверхъестественное, что-то особенное, они начали расти быстрее, или перестали сечься, не могу. То есть, просто обычный, хороший, качественный кондиционер. Вот такой у меня был отзыв. Такие средства. Надеюсь, вам было интересно. Если было интересно, ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии. Кстати, ссылочку на компанию вы найдете в описании под видео. В принципе, познакомиться с компанией очень советую. Единственное, что, думаю, что мой отзыв, ничего особенного не сделает, поскольку все средства составлялись под меня конкретно. Но мне кажется, это интересно, когда косметику делают под тебя. Поэтому стоит попробовать. Спасибо вам за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...